Всем привет! Мы расскажем вам самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на канале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки смотрите ниже, в описании к видео. В городских квартирах состоялись съемки очередного ток-шоу. Участники и гости обсудили тему «Секс без купюр». В качестве экспертов и комментаторов в программе принимали участие Калян Должанский, Женя Гусева, Рустам Солнцев, Инесса Шевчук и Катя Колесниченко. Татьяне Владимировне Африкантовой продолжают присылать жалобы на нечестное голосование в конкурсе «Человек-года». Женщина пишет «Это мое последнее обращение и на этом заканчиваем. Будем собирать доказательную базу. Делайте скрины и видео. Проголосовали? Зайдите, убедитесь, там не должно ничего измениться. Но у всех вместо Африкантовой становится волшебным образом ветер». Продюсер проекта Алексей Михайловский прокомментировал проблемы в организации голосования. Ни одного факта подтвержденного, кроме разговоров. Кто-то, зная характер Татьяны Владимировны, разводит ее бесстыдно. «Мы договорились вместе с ней сходить в офис ТНТ-клаб, и она сама все увидит и поговорит с теми, кто работает с программой в момент голосования». В сети появились фотографии новенькой Анастасии Иванькиной, которая пришла на проект к Венцеславу Венгрыжановскому. Девушка заявила, что хочет стать мамой Венцу. Костя Иванов, над которым недавно состоялся суд, в качестве наказания должен готовить всем еду на кухне. А если кто-то начнет это делать сам, то попадет в изолятор. Тата Абрамсон не знала об этом, залезла в холодильник и ее изолировали на трое суток. Женя Перец съездила со своим парнем Лешей Пироговым за периметр. Наш первый совместный выходной, прекрасно провели время без лишних глаз. Глеб Жемчугов уехал проводить кастинг в другой город. Ольга пишет, «Мой муж уехал работать, там же будет и Надя Ермакова. На поляне горячее обсуждение, сорвется ли он, будучи с ней в одной компании. Я уверена на все сто, что нет. А некоторые ребята пытаются переубедить меня в обратном, мол, нельзя отпускать мужа вместе с бывшей». Света Торбор осталась со своим мужчиной и теперь заинтересовалась Денисом Козловичем. Видимо, девушка хочет опять на проект. «Милые, а почему бы и нет?» – пишет она. «Роскошный мужчина, интересный, харизматичный, с потрясающим телом. Мы на одной волне. Я хочу любить и быть любимой». Кастинг-менеджер проекта Надя Ермакова приглашает зрителей на запись в ток-шоу. «Если у вас есть желание, звоните по телефону или присылайте заявку ей на почту. Съемки не оплачиваются, они проходят по субботам днем в метро Беляева». Лена Босс в интервью журналу «Дом-2» рассказала о своем сыне и показала его фотографию. «Я не собираюсь просиживать на проекте годами, не видя ребенка. Мы скоро будем вместе. Да, я скучаю, а что делать? Я нахожусь на шоу исключительно ради сына. Моему малышу очень повезло, ведь у него такая целеустремленная мама». Курбан Амаров, оказывается, не знал, что его дочь Теона находится в охваченной революции Турции. Он узнал об этом от своих друзей. «Мы не общаемся с Бородиной, поэтому я не знал об ее намерениях. За ее жизнью в соцсетях я не слежу. Мне сообщили, что на курортах Турции все тихо и спокойно. Волнения были только в крупных городах. Я не мог найти себе места от переживаний. Не спал до утра». Ксения Бородина и Настасья Самбурская обменялись любезностями в соцсетях. Самбурская, которая сейчас отдыхает с мужем Ксении в Испании, сказала, что она не считает достижением выйти замуж и родить детей то от одного, то от другого. Бородина, которая сейчас находится со своими дочерьми в Турции, парировала. Мне на таких недалеких бобенок, как она, все равно. Несчастные бобенки-одиночки. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки имеются в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.